Всем привет! С вами Росиксон. Я участник программы Binance Creators, да и просто верю в развитие крипты. Сегодня узнаем о бирже Nominex, как она связана с Binance, о токене NMX и как его фармить. В общем, много всего интересного и где-то видео небольшой розыгрыш. Кстати, мне бы футболка Nominex. Ну что, поехали? Биржа Nominex основана в 2019 году, входит в топ-150 бирж CoinMarketCap и постепенно поднимается в этом рейтинге. Более 89 торговых пар и приличный объем торгов, более 30 миллионов долларов в день. Nominex постоянно развивается. Не только обновляется интерфейс и дизайн, но и происходят подкоренные изменения. Ярчайшим примером служит брокерская программа Binance. Сейчас я объясню, что это означает и насколько это важно. Это интеграция между двумя биржами, которая позволяет клиентам Nominex фактически торговать на платформе Binance по всем валютным парам биржи Binance и имея всю ликвидность Binance, но платить меньше торговых комиссий или вообще не платить. Это достигается тем, что средства пользователей хранятся на платформе Binance и ордера фактически исполняются тоже на платформе Binance. Это значит, что Nominex взял лучшее у биржи Binance, но оставил свои фишки, о которых скоро узнаете. На Nominex можно снизить торговые комиссии до нуля. И это не шутка, сейчас все расскажу. Расскажу довольно быстро, если что, ставьте на паузу, там будут картинки, вы увидите все чуть более подробно. Первый способ – это держать токены NMX на балансе и совершать определенный объем торгов за 30 дней. И чем больше у вас объем торгов и токенов NMX, тем выше ваши скидки. А вот и второй способ, который еще проще. Можно сэкономить 50% на комиссиях, благодаря оплате комиссии токенами NMX. Нужно лишь иметь их на балансе и поставить галочку. И тогда NMX будет использоваться для комиссии. Ну и третий способ – это снижение комиссии за предоставление ликвидности. Чем больше вы предоставляете ликвидность, тем больше скидка на комиссию. Кстати, комиссия может доходить до нуля. Позже расскажу о том, как предоставлять ликвидность. А сейчас топ-инфа. Все скидки суммируются, а значит можно использовать все способы сразу. А теперь с помощью чего происходят такие скидки? А именно благодаря кэшбэку. С трейдера удерживается всегда стандартная комиссия биржи Binance, которая в большинстве случаев равна 0,1% от объема исполненных ордеров. Снижение комиссии осуществляется через возвращение части или всей комиссии токенами NMX. Пример. За прошедший день вы оплатили комиссии на сумму 10 USDT. Но при этом вы снизили комиссии комбинацией разных способов на 80%. Это значит, что сумма кэшбэка будет равна 80% от уже удержанных комиссий. То есть 8 USDT. Для расчета количества токенов NMX, подлежащему для выплаты кэшбэка, используется текущий курс токена NMX. Например, если курс NMX равен 2 USDT, 4 NMX. Сначала рассмотрю простой режим фарминга NMX. Для использования простого режима фарминга вы должны иметь USDT на внутреннем балансе биржи. Переходим в раздел кошелек, основной аккаунт и совершаем депозит USDT. Вознаграждения за фарминг будут падать на внутренний баланс биржи. Переходим в раздел My NMX, выбираем простой режим и видим окно справа, которое показывает, сколько мы можем инвестировать с вычетом комиссии, нужной для того, чтобы отправить фарминг. Здесь вписываем нужную сумму. Приблизительно видим, сколько будет куплено NMX и USDT, и какая будет прибыль в месяц. После того, как мы вложили наши средства, мы увидим наш ежедневный доход, долю в пуле, сколько мы нафармили, бонус холдера. В общем, все интуитивно понятно. Чтобы перестать фармить, нажимаем «Завершить фарминг» и половина упадет в NMX, половина в USDT на ваш биржевой счет. Что непонятно, вопросы в комменты. А мы переходим к профармингу. Сначала мы скачиваем метамаск с официального сайта, регистрируемся и записываем на нескольких носителях тайную фразу и не теряем ее. Меняем сеть в настройках на сеть Binance Smart Chain, нажимаем «Добавить сеть» и добавляем ее. Находим реквизиты счета, отправляем равное количество в долларах NMX и USDT и немного BNB на комиссию. Подключаем кошелек к Nominex, переходим в окно «Ликвидность», выбираем количество NMX и количество USDT, определится автоматически. Нажимаем «Добавить», платим небольшую комиссию в BNB. Мы получили LP токены. Переходим на вкладку «Персональный фарминг», справа окно для стейкинга. Выбираем то количество, которое мы хотим застейкать. Также в любой момент мы можем отстейкать. Довольно легко. Что непонятно? Вопросы в комментариях. Я довольно много сил потратил на это видео, поэтому если вам понравился проект, и вы зарегистрируетесь по моей реферальной ссылке, то вы меня очень поддержите. Спасибо. А мы продолжаем. На бирже очень легко торговать. Просто выбираем пару и совершаем сделки. А теперь конкурс, после которого узнаете о моем опыте фарминга. Такс, чтобы выиграть 10 баксов, нужно подписаться на мой YouTube-канал, оставить конструктивный комментарий, связанный с Nominex, вступить в чат Nominex по ссылке в описании, в мой Telegram-канал, где я назначу время и сниму все одним дублем. Так что все будет честно. Всем удачи! Я давно уже фармлю. В общем, уже довольно давно знаю биржу. Считаю крутой функцию, что можно в любой момент вынуть средства с фарминга. Например, снять сегодня, поучаствовать в IDO и вкинуть обратно завтра. Поэтому я фармлю попеременно. На странице «Моя статистика» вы видите, сколько у вас Nominex, невостребованные вознаграждения, сколько всего вы нафармили и сколько у вас токенов пулов. А справа окно «Обмен», где вы можете обменять ваши USDT на Nominex. Или наоборот. В окне «Пулы ликвидности» мы можем создать LP токены. Для этого вводим то количество USDT и NMX определяться сами. А во вкладке «Персональный фарминг» мы просто выбираем, сколько LP токенов за стейкой. На странице «Командный фарминг» вы получаете NMX за то, что ваши рефералы фармят. Притом эти вознаграждения из отдельного пула. Кстати, чем дольше вы фармите, тем выше ваши проценты. Так сказать, бонус-холдеры, которые постепенно увеличиваются и увеличивают вашу прибыль. При длительном фарминге. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Участвуйте в моем конкурсе. Задавайте вопросы в комментариях.